В Украине массовое уклонение от повесток, и это фактически беда для команды Зеленского. В то же самое время Кулеба рассылает письма, как сообщает ряд источников, в европейские и другие страны, куда, возможно, выехали призывники для того, чтобы всех взять на учет и в случае чего депортировать или отправить в Украину. Борька Джонсон уходит в отставку, и, как шутят в соцсетях, назначат ли Зеленский его губернатором острова Змеиный. Ну и многие гадают, кто же займет место Бориса Джонсона. Ну а тем временем уже строят прогнозы, кто следующий, Макрон, Трюдо или Шольц. И, кстати, сообщение от немецкой журналистки, с немецких же ресурсов, что некоторые солдаты Бундесфера готовили какой-то акт против Крымского моста. Об этом можно посмотреть на моем телеграм-канале. А также химорсы, хайморсы, о которых написала СНН, что результаты их работы отслеживают по соцсетям. Ну а также генштаб ВСУ гадает, куда будет следующее наступление, и предполагают, что это будет Запорожье. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 7 июля, итоги. И начну я действительно с повесточной темы, потому что фактически это тема номер один сейчас в Украине. И пока военкомы ловят некоторых на улицах, на пляжах, в кафешках, все больше нарастает общественное сопротивление вот этим самым повесткам. Как-то вот уже не хотят идти, несмотря на то, что некоторые, так называемые пропагандистские патриоты, рассказывают о том, что очереди туда стоят. Ну, как вы видите, что-то не очень это подтверждается. А в некоторых регионах даже своего рода бунты, где не отпускают призывников к военкомам. Также у меня есть на канале видео, где военкомы пришли в лагерь хиппи. И что там началось, тоже можно посмотреть. Что это все значит? Конечно же, для Зеленского это катастрофическое положение, так же, как и для его команды. И недаром появились слухи, что якобы Кулеба рассылает соответствующие письма, потому что продолжают уезжать призывники в разных направлениях. В надежде спрятаться, с одной стороны, от призыва, а с другой стороны, конечно же, за рубежом найти работу. Ну, а, как утверждают слухи, неподтвержденные, конечно же, что Кулеба пытается договориться с разными странами, чтобы граждан брали на учет и сообщали о гражданах призывного возраста, и которые не имеют противопоказаний, чтобы их, возможно, каким-то образом выдали обратно. Конечно же, врут, наверное, злые языки разных источников, потому что ведь Данилов сказал, что миллион практически человек участвуют сейчас со стороны Украины в конфликте. И желающих как бы много, но почему-то доловят всех, стараются на улицах военкомы, непонятно. Интересно, что вооружения, те самые, которые были поставлены, как сообщают CNN, те же Хаймерсы, отслеживают результаты их работы по соцсетям. Ну и время этих жизней самых Хаймерсов весьма ограничено в Украине, как сообщают тоже ряд источников. Потому что их явно не по соцсетям разыскивают, возможно, и по соцсетям, но в основном, конечно же, другими способами. Ну и вернемся к громкому событию Джонсоняда, можно так это назвать, отставка Бориса Джонсона. И уже гадают, кто станет на его место. И, кстати, пророчат ту самую лист раз и Оласа, министра обороны Великобритании. Так что политика в Британии навряд ли изменится, хотя, скорее всего, что все равно изменится. Ну уже полетели по соцсетям различные ММчики, где постепенно вычеркиваются лидеры G7. И пользователи соцсетей с разных стран спрашивают, кто же следующий? Трюдо, Макрон, а может быть Шольц? Ну и вы знаете, что цена газа опять поднялась до 1900, а еще отопительный сезон не начался. И уже вице-канцер Германии обратился к Канаде с просьбой вернуть ту самую турбину Северного потока-2, которая попала под санкции и типа что-то там с ней делают в Канаде. И он сообщает следующее, я буду первым, кто будет бороться за дальнейший сильный пакет санкций ЕС. Но сильные санкции означают, что они должны причинять боль и вред России. И Путину больше, чем нашей экономике. Получается как-то наоборот, что ли, получается. Короче, требует срочно вернуть турбину для Северного потока. Некоторые говорят, да хорошо бы уже Северный поток-2 как-то открыть. Ну а генштаб ВСУ занялся прогнозированием, куда может быть следующее наступление российской армии. Понятно, что славянское направление упоминает Краматорское, тем более там идут бои. Но они предполагают, что еще и Запорожье. Украинская разведка не исключает, что Россия будет пробовать наступать в сторону Запорожья. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Малер в эфире телемарафона. Но позвольте, Зеленский же говорил, что украинское ВСУ наступает на Херсонском направлении и на Запорожском. На Фейсбуке можно наступать куда угодно, поэтому ничего удивительного нет. Хоть на Марс некоторые чиновники могут наступать. Но от этого реальная картина и положение дел, как говорится, не меняется. Ну а тем временем, Американский институт изучения войны, Британская разведка и, возможно, Борщеговский институт изучения войны в Киеве, ну, если серьезно, конечно же, Британская разведка и Американский институт изучения войны, сообщают, что да, Россия наращивает силы сразу по нескольким направлениям. На этом пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.